Маршруток, выходящих на линии в Воронеже, стало меньше. И, как следствие, ждать их приходится дольше. Люди жалуются. Я думаю, что правильно делают, что жалуются, потому что для этого есть определенные причины. Первая причина – цены повышены. И в данном случае понятно, что это никак не отражается на качестве. И несмотря на то, что сам общественный транспорт в Воронеже во многом частный, есть конкуренция, но, опять же, эта конкуренция никак не влияет на качество оказываемых услуг. Ну и, с другой стороны, мне думается, что сама категория качества обслуживания вызывает очень большие вопросы. И я думаю, что при малейшей возможности те, кто пользуется общественным транспортом, стараются этим транспортом не пользоваться. Большую долю рынка пассажирских перевозок в городе занимают частники. Но и муниципальное предприятие «Воронеж-пассажир-транс» в последние годы уверенно наращивает свое присутствие. Мне думается, что должно быть соотношение 30 к 70. 30 – это, скажем, муниципальный транспорт, а 70 – все-таки это частный извоз. И мне думается, что такое соотношение, на мой взгляд, было бы оптимальным. То есть в этом отношении понятно, что муниципальные структуры должны быть готовы к определенным экстерналиям, к неожиданностям, чтобы закрыть какие-то определенные проблемы. Поэтому эти 30% могут перерасти в 50 и более. Именно так и происходит в Воронеже. На все больших маршрутах появляются муниципальные автобусы. Главной же проблемой городского общественного транспорта остается серьезный дефицит водителей. Конечно, не будет хватать, как и во многих отраслях. Я посмотрел данные, например, для агропромышленного комплекса не хватает 600 тысяч человек в России. Для промышленности под 2 миллиона не хватает. И в данном случае понятно, что это отражается и на общественном транспорте, на перевозках. По данным городского управления транспорта, сейчас есть почти 800 вакансий водителей автобусов. Но низкие заработные платы не помогают справиться с этой проблемой. До тех пор, пока владельцы маршрутных такси и автобусов не захотят платить нормально водителям, оказывать им определенные услуги, связанные с безопасностью их, со здоровьем, разумеется, этот вопрос решаться не будет. Поэтому в данном случае мне думается, что необходим какой-то мощный стимул, в том числе со стороны государственных и муниципальных структур, на этот счет. Но и думаю, что и общественное мнение должно быть направлено на то, чтобы высказать свою позицию по этому поводу. Главной мерой, которая должна была сделать работу водителя маршруток более привлекательной, было повышение стоимости проезда. Ведь большая часть денег шла как раз на оплату труда водителей. Так что, скорее всего, новых цен на проезд в городском общественном транспорте долго ждать не придется.